А вы в курсе, что именно благодаря Екатерине Второй казаки заселили Черноморское побережье? Она им даровала здешние земли. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. Сегодня в нашей передаче мы поговорим о кубанских казаках, а точнее о казачатах. Кстати, бюст Екатерины Второй установлен во дворе Десятой школы. Это пока первая и единственная школа в Сочи, которая носит официальный региональный статус казачье образовательное учреждение. А вот, кстати, и директор школы Владимир Давыдов. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Покажете школу? Конечно. Владимир Владимирович, сегодня в школе, в Десятой школе, уже присвоен официальный региональный статус казачье образовательное учреждение. Когда это произошло и вот какой путь пришлось пройти в школе для того, чтобы получить этот статус? Вы знаете, получили мы в прошлом году. Это, конечно, заслуга большая детей, родителей, учителей и казаков. Мы, конечно, хотели этот статус получить, потому что, во-первых, город наш в Сочи – великолепный город, мы его все любим, необычайно. Поэтому хотим, чтобы все было отражено. И особенно в образовании. Поэтому от края вставать не стали. Решили, что в свое время, давно, что откроем казачьи классы здесь. Потом мы росли, росли. С одного казачьего класса пошли на 10, теперь на 18. Дальше будем увеличиваться. И поэтому мы решили побороться за то, чтобы школа получила статус казачьей школы. Понимая, что патриотизм все-таки надо воспитывать у детих с маленьких лет, поэтому взялись. Мы рассчитываем, и мечта наша, что, конечно, пополним ряды военнослужащих. Прежде всего раз. Второе. Очень хорошие льготы делаются нынче кубанским казачьим войскам. Там, допустим, дети, которые заканчивают, им достаточно просто порог пройти ЕГЭ. И дальше они по целевым направлениям поступают в те вузы, где есть места для детей из казачьих классов, из казачьих семей. Каждый год мы 2-1 человека отправляем туда. Но это в основном в вузы физической направленности, физической культуры. Или это военные. Тут, конечно, состояние здоровья немаловажную роль играет. Но в отношении того, что служба в армии, тут тоже льготы большие. Во-первых, те, кто в казачьих классах отслужили, они только на территории края служат. У кого здоровье хорошее, те, кто служит на российской штурмовой бригаде десантной. У тех чуть похуже, они в Буденновске могут служить. И у нас с вами очень большое количество президентский полк идет. Именно у тех, кто были казаками. Увел династроевая подготовка. На месте. Чагом. С левой ноги. Марш. Раз. Раз. Раз, два, три. Раз. Раз. Раз, два, три. Строевая подготовка преподается в этой школе, соответственно, по рабочей программе, сформированной для казачьих классов. Строевая подготовка проводится в пятых, шестых, восьмых, в десятом классе. Она необходима именно в школе вот с такой спецификой, в первую очередь для того, чтобы ученики формировались в том числе, как, скажем так, люди военные. Казачество исторически было связано со службой, в частности, с военной службой. Казаки несли службу, ну, как это сегодня называется, пограничная, тогда это называлось порубежная. Есть такое выражение «казак без службы, не казак». И поэтому в первую очередь это служба военная. Здесь мы закладываем азы, необходимые для формирования именно, в первую очередь, сознания молодого ученика, как казака, как защитника Отечества. Но в строю есть же еще и девушки. Да, конечно. Зачастую они не отстают от ребят, на самом деле. Да, конечно, обязательно, так как школа казачья. И не будем забывать о том, что многие, некоторые из этих девушек, возможно, изберут своим жизненным путем служения отчизне, скажем так, на поприще военным. Это же не исключено. Поэтому они, конечно же, тоже привлекаются к изучению этого предмета. Все преподаватели, они получили сертификаты на то, чтобы преподавать эти предметы. То есть они курсы повышения квалификации сейчас очень строго с этим получают. И, конечно, будем говорить, в те времена 90-е, когда вот это все зарубилось, и будем говорить, проблемы стали для того, чтобы мужчины были в школах, раньше были НВП. Сейчас, конечно, с обыжением сложности, не только у нас, а во всем крае. Поэтому здесь мы укрепились казаками и наставничество. Здравствуйте! Как показать и правильно? Здорово, Дневале! Здорово, Дневале! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начиная с 1-го, сейчас по 10-й классе закреплены казаки-наставники, по 2-3 казака. Задача уходит рассказывать и жизнь, быт казачества, который был, как жили казаки, как они работали. Кто такой казак? Это воин, который защищает людей, свое отечество. Казак, он очень добрый, доброжелательный, и он защищает людей от нападения. А ну поднимись, расскажи, ты же родовой казак такой, а ну скажи, кто такой вот казак? Это тот, кто защищает нашу землю и делает жизнь нашу добрее. Молодец, умница. Вам ведь доверили не просто вот просто одеть форму и носить, ведь вы, вам родители, наверное, объясняли, что вы казаки и казачки. Это историческое, которое надо с честью и гордостью это звание нести. Никогда нельзя, ну я уже про учебу и не хочется говорить, вы должны лучше всех быть, всегда лучше всех быть. Насколько я знаю, школа очень часто участвует в разного рода конкурсах среди учреждений казачьей направленности. Вот каковы успехи в этом направлении? Первое место мы брали по воспитательным программам, второе и третье места часто берем. Ну а не так давно мы взяли второе место в Краснодаре среди школьных столовой. То есть мы взяли второе место и сейчас мы участвуем в конкурсе для детей с инвалидностью. Те дети, которые, дело в том, что мы уже стали базовой школой по работе с детьми инвалидами и дистанционно обучаемых. И вот тоже заявились попробовать свои силы в этом году тоже в крае. Причем эти дети тоже в казачий класс с удовольствием идут, они стоят на линейках, тут для них тоже радость. И сама уже форма китель с погонами вызывает в них бурю радости. Мы участвуем вообще, мы будем говорить, очень мобильны на это. Мы в казачьих мероприятиях музей взяли у нас первое место, мы выиграли первое место, взяли наши экскурсоводы казачьего музея. Вы находитесь в школьном музее истории кубанского казачества, который был открыт в 2002 году. А теперь обратите внимание сюда. Этот стенд, он полностью посвящен именно духовной жизни казаков. Казаки очень верующие люди, для них вера одной из самых главных, так же как и служба. Вот здесь вот вы видите макеты войскового казачьего храма святого Андрея Первозванного. Пройдемте сюда. Вот здесь вот, как вы видите, представлено именно холодное оружие казаков. Кинжалы, сабли и шашки. Видите? И вот тут тоже сзади нас вы потом еще раз просмотрите и увидите. Они вот, особенно вот это, они подлинные и очень старые. Центральным экспонатом второго зала является стенд, посвященный Великой Отечественной войне. Все, что вы видите внизу, это все было найдено нашими учениками во время полевой практики в городе Топсе. Это все подлинно и найдено было достаточно давно. Здесь самым главным экспонатом является письма Андрея Рожкова с фронта. Это подлинные письма. Они попали к нам очень интересным образом. У нас учился мальчик, ученик, когда он закончил, женился, родители подарили ему квартиру. И когда они делали там ремонт с антресоли, выпали вот эти письма. Он знал, что в нашей школе есть музей, принес эти письма нам. А наши ученики 10 класса тогда разыскали его семью. Настоящие уроки мужества, чести и патриотизма теперь преподают и в 81-й школе. Она находится в селе Волковка Лазаревского района. Теперь и здесь есть классы казачьей направленности. Они появились два года назад. О том, как в 81-й школе появились классы казачьей направленности, мы поговорим с директором школы Еленой Лопиной. Елена Валентиновна, расскажите, как родилась вообще идея организовать на базе вашей школы классы казачьей направленности? Изначально, понимая, насколько отдалена Волковка от центра, понимая, что здесь отсутствуют кружки, какая-либо воспитательная, интересная работа для детей, и дети находятся на улицах, и семьи не всегда благополучные, хотелось этих детей с улицы забрать, для того, чтобы они больше находились в школе. И вот таким вот образом, в общем-то, увидели класс, состоящий из многочисленных, больше было мальчиков в этом классе. Хотели им предложить именно спортивно-прикладные игры, добавить традиции, культуру кубанского казачества. Ну, а получилось так, что больше стало девочек в этом классе. И по всем тем направлениям, которые описаны в наших документах, региональных, для того, чтобы существовали классы казачьей направленности, мы стали работать. И вы знаете, как новичкам везет, наверное, повезло так и нам. Многонациональные у нас, так скажем, казачьи классы, как ни странно, но в этом ничего особенного нет, где интересная работа, там и дети любых национальностей. Значит, получается, сколько сейчас у вас классов казачьей направленности? Два класса, третий класс, девятый класс и одна группа казачьей направленности, в которую входят ребята из шестого, седьмого и восьмого классов. А как реализуются вот эти дисциплины? У старшеклассников основного звена – это группа продленного дня, когда мы предлагаем кружки. Кубановедение, конечно же, это региональный компонент, который входит в учебный план. А у малышей – это внеуручная деятельность в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта. Вот сзади меня ученики, которые уже в этом году, где доклад заканчивают, есть молодежь, которая у нас и поменьше, там трех, четырех, там третий, четвертый класс. Стараемся заниматься. Мы занимаемся с детьми воспитанием культурной духовности, занимаемся спортом, общаемся с детьми, выводим, допустим, какие-то мероприятия, в лес ходим с ними, занимаемся в лесу, обучаем им патриотическое воспитание молодежи. От детей есть отклик? Да, да. Ну, могу, например, так вот сказать, что один мальчик подошел, в прошлом году и сказал, говорит, я перестал воровать. Я думаю, это больше всего приятно слышать. Вот такие вот. Делай раз. Делай два. Делай три. Перепас. Делай четыре. Делай пять. Живо. Живо. Мы сейчас находимся в зале для военно-прикладных занятий. Александр Терентьевич, расскажите о своей наставнической работе, как она организована, и вот зачем вы учите детей владеть оружием? У нас сейчас время очень сложное. Оно считается мирным временем. Но, тем не менее, в последнее время очень много сейчас негатива в нашем обществе. Испокон веков казаки, они были всегда на защите наших границ, рубежей нашей Родины. Так как у нас молодое поколение подрастает, его необходимо вовлекать в знание и умение пользоваться оружием для того, чтобы уметь защитить и стать, если придет такая беда, то чтобы молодые люди смогли знать, как пользоваться оружием. Поэтому мы изучаем оружие и стрельбу, мы изучаем с ребятами и владение холодным оружием. У нас в клубе есть у меня инструкторы, которые выполняют очень большую работу. Сегодня мы с вами два человека пригласили для того, чтобы они побыли с нами, чтобы показали там некоторые элементы владения туристическим снаряжением. Далее. У нас сильно развито туристическое направление. Я когда узнал о казачестве, мне сразу захотелось узнать традиции, историю Кубани, как появились казаки и как защитник будущего отечества. Рукопашку там узнать, владение оружием, чтобы за себя постоять мог. Наша цель углубленно выучить историю нашего казачества, соблюдать все традиции и, конечно же, идти вперед по этой цели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках реализации краевой целевой программы казачества Кубани по всему Краснодарскому краю появляется, открывается все больше школ и классов казачьей направленности. Здесь воспитывают настоящих патриотов своей страны и будущих защитников отечества. Ведь, например, только в Сочи на страже общественного порядка наряду с полицейскими стоят и казаки. Их порядка полутора тысяч. Но это уже тема нашей следующей передачи. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет Сочи. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.